Прокуратура Новосибирской области организовала проверку обеспечения медицинскими препаратами от спинально-мышечной атрофии СМА, 6-летнего мальчика, который, по данным местных СМИ, умер из-за нехватки лекарств. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку полноты и качества обеспечения малолетнего ребенка медицинским препаратом от СМА, по сведениям СМИ, 6-летний ребенок со спинальной мышечной атрофией. СМА скончался из-за нехватки лекарственных препаратов. Спин Роза и Рездиплом. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания ребенку бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА, говорится в сообщении ведомства. Ранее местные СМИ со ссылкой на фонд «Звезда на ладошке» опубликовали информацию о смерти шестилетнего мальчика в Новосибирске, у которого были проблемы со своевременным получением терапии от СМА. Проверку по инциденту инициировал также Следственный комитет. Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела. Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению малолетнего ребенка бесплатными лекарственными препаратами, сообщили в управлении СК РФ по региону. Спинальная мышечная атрофия – группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тысяч новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности. Для лечения заболевания применяются препараты золген СМА и спинроза. Первое вводится однократно в возрасте до 2 лет при СМА первого типа, другое необходимо пациенту каждые 4 месяца. Препараты также отличают принцип действия, золген СМА воздействует на гены СН1, мутации в котором и являются основной причиной развития СМА. Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда Круг Добра. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе и редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.